Привет всем, с вами проект Иванова с перцем. В декабре 1865 года сюда, в Иваново, приехала Аполлинария Суслова. Она не просто оставила след в судьбе и душе Достоевского. Этот след мы можем наблюдать в его романах, где главные героини ведут себя, ну как бы это помягче выразиться, не совсем адекватно с точки зрения обывательской психологии. В ее дневнике Достоевско-Веды находят первое упоминание о замысле преступления и наказания. 17 сентября 1863 года Поля и Федор обедали в Турине, и он, глядя на девочку, которая брала уроки, сказал, ну вот представь себе, такая девочка стариком, и вдруг какой-нибудь Наполеон говорит, истребить весь народ. Всегда так бывает на свете. Вот она, Карамазовская теория о слезинке ребенка в первозданном виде. И как раз на примере того, что случилось с Аполлинарией Сусловой в Иванове, мы можем понять, почему случилось такое явление, как хождение в народ, почему возникла народная воля, почему Сонечка Перовская из дочери петербургского губернатора превратилась в цареубийцу. В 1860 году в Взнесенском посаде была основана фабрика Асафа Григорьевича Суслова. За 10 лет штат ее фабрики увеличился с 20 до 93 рабочих. Она производила набивные платки и пропускала до 100 тысяч кусков мануфактуры через каландры. Каландр — это машина, состоящая из системы валов, между которыми пропускали материал — ткань, бумагу, картон и прочее. Для придания ему гладкости, лоска или глянца, а также для нанесения рисунка тиснением. В 1863 году к Асафу из Петербурга приехал его брат Прокофий Григорьевич Суслов, ставший пайщиком фирмы. Прокофий был не просто бывший крепостной графа Шереметьева. Он не просто добился вольной, он стал управляющим всех его имений, что говорит о его способностях, передавшихся дочерям Поленьке и Наденьке. Отец смог дать им достойное воспитание. Но после отмены крепостного права Суслов был уличен в том, что при межевании отводил лучшие участки земли крестьянам в ущерб интереса графа. Будучи разжалованным, он и перебрался в Иваново, чтобы заняться с братом бизнесом. Но увы, фирма обанкротилась. Купец Сироткин, чей бюст ныне стоит на верхней Волжской набережной в Нижнем Новгороде, не смог простить Суслову отказ выдачи ему дармовой рабочей силы. Поскольку все деньги Прокофья были вложены в производство, Сироткин скупил все его долговые обязательства и предъявил самый ответственный момент. Суслов попробовал взять дополнительный кредит, но встретился с картельным сговором местных купцов, организованным Сироткиным. В итоге, чтобы не попасть в долговую яму незадачливому предпринимателю, пришлось продать все свое имущество и перебраться к сыну в Нижний Новгород. Но на момент визита его старшей дочери в Иваново фабрика еще действовала и мало что предвещало грядущую беду. Что же заставило Аполлинарию перебраться из столицы империи в такую глушь, про которую она писала своей постоянной респондентке Елизавете Васильевне Салиас до Турневир или просто графине Салиас? Мы с матерью почти ничего не тратим в Иванове. Расходы по дому пополам с дядей, с которым живем вместе. Житье здесь привольное и в материальном отношении. Есть лошади у нас свои и всякая штука. Туалет мой здесь самый скромный, хотя я одеваюсь лучше всех. Купчихи дома одеты ужасно дурно, даже грязно. И только в торжественные дни наряжены богато. Это народ, у которого ничего нет для себя. Парадные комнаты, парадные постели, парадные платья. Здесь есть один купец-миллионер, либерал и образованный. Принимает архиереев и губернаторов к себе в дом. А где дочери его спят, так в эти комнаты войти страшно. Нет, не только порядочной мебели. Нет даже воздуха хорошего и чистоты. Мы находим, что французские буржуа жадны, жадны, но однако у них есть все для себя. И ковры, и занавесы, и платья. И это бог знает что. Вот где нет ни малейшего уважения к себе. Довольно характерное описание ивановского быта. Дом, принадлежавший Асафу Суслову, где поселилась семья его брата, сохранился. Он находится на углу нынешней улицы 10 августа и улицы Бубнова. Упоминание о французских буржуа не случайно. Дело в том, что Поленька уже успела пожить в столице Франции, куда к ней в августе 1863 года примчался пылкий любовник Достоевский. Но она встретила его фразой «Ты едешь немножко поздно». Если вдруг когда-нибудь вы окажетесь в столице Франции на улице Суфло, ее невозможно не заметить, она соединяет Люксембургский сад с пантеоном, то можете представить, как окрыленный Федор Михайлович несется по тротуару, заскакивает в подъезд, поднимается по лестнице и получает при встрече со своей возлюбленной ушат холодной воды. Ни тебе душевной гармонии, ни секса. У нас почему-то это слово относительно классиков. Литературы носят табуированный характер, как будто Чехов с Толстым не ходили к проституткам, как будто Пушкин не соблазнял чужих жен, как будто Тургенев не развращал дворовых девок, а за своей Поленькой Виардо по Европе он носился исключительно по зову сердца. Более того, скажу крамольную мысль, но сексуальная энергия была основным мотором их творчества. Когда во французском колледже в конце первого семестра я писал экзаменационную работу о поэзии Бодлера, то вся концепция у меня укладывалась в одну фразу. Бабы не давали. Грубо, конечно, но вот точнее не скажешь. Все творчество Достоевского это такой набор «если бы». Если бы не те пять минут на Семеновском плацу, во время которых он был уверен, что его расстреляют, то имели бы мы такой шедевр, как роман «Бесы». Если бы он не встретил Поленьку суслову, то читали бы мы сейчас «Идиота» или «Игрока». Но история не знает сослагательного наклонения. И поэтому Достоевский возвращается с каторги, и вот он реально звезда-звезда для местной молодежи. Отторобанил срок в царском гулаге за идею. Ему сорок лет, а сорок лет, как мы знаем, из фильма «Москва слезам не верит, жизнь только начинается». Он приехал с уже больной женой, с которой познакомился в Сибири, а там для бывшего каторжника любая приличная женщина на вес золота. И вот представьте себе, к нему подходит шикарная девушка, которая младше его почти на 20 лет, но при этом совершеннолетняя, так что ничего криминального. До этого она написала ему письмо с непрозрачными намеками. И вот она смотрит на него влюбленными глазами. Достоевский ощущает себя мужчиной, привлекательным. Ну, с какого перепугу он, отдавший лучшие годы кандалам, должен был устоять. Я, конечно, понимаю, что все вокруг праведники и монахи. Но Федор Михайлович не был ханджой и лицемером, и прежде всего никогда не врал самому себе. Поэтому да, поэтому это случилось, но случилось как-то жестко. Видать, были у Федора Михайловича некие идеи в интимной сфере, которые, ну, как бы сказать, отличались от подобных идей среди простых обывателей. В дневнике у Сусловой есть явные на то намеки. Достоевский был непростым человеком. Вот такая вот неожиданно оригинальная мысль. Есть знаменитое письмо Страхова Толстому, которое лучше даже не цитировать. Там имеются определенные высказывания о похождениях в бане и прочее. Но, во-первых, кто мы такие, чтобы копаться в грязном белье гения, до которого нам, как до Марса? А во-вторых, суть-то не в этом. Суть в том, как это все отразилось на будущей судьбе Аполлинарии Сусловой. А отразилось оно весьма печально. Мне говорят о ФМ. ФМ – это Федор Михайлович. Я его просто ненавижу. Он так много заставлял меня страдать, когда можно было обойтись без страдания. Теперь я чувствую и вижу ясно, что не могу любить, не могу находить счастье в наслаждении любви, потому что ласка мужчин будет напоминать мне оскорбления и страдания. Вот так, друзья мои. Любовь зла полюбишь и Достоевского. Позже она писала «Когда я вспоминаю, что была я два года назад, я начинаю ненавидеть Достоевского. Он первый убил во мне веру». И вот вам, как иллюстрация всего вышесказанного, фраза из романа «Идиот» за авторством Настасьи Филипповны. «Тут приедет вот этот, опозорит, разобидит, распалит, развратит, уедет. Так тысячу раз в пруд хотела кинуться. Да подла была, души не хватало». А ведь прототипом Настасьи Филипповны как раз таки и считают Аполлинарию Суслову. При этом в другом письме она утверждает, что за любовь к Федору она никогда не краснела. Она была красивая, даже грандиозная. Ну, все как в романах Достоевского. От низости человеческой до красоты и грандиозности. Я не буду вам рассказывать про их мучительный воеж по Европе, во время которого Суслова оставляла у себя в дневнике заметки. Вот вроде такой «Вчера ФМ опять ко мне приставал». Про то, как он хотел поцеловать ее ногу. Или вот про совершенно потрясающий момент. «ФМ опять все обратил в шутку и, уходя от меня, сказал, что ему унизительно так меня оставлять. Это было в час ночи. Я раздетая лежала в постели. Ибо россияне никогда не отступали». Они расстались. Федор Михайлович спустил на рулетке все деньги и всю свою нераспыленную страсть вернулся в Петербург, куда несколько позже прибыла и Суслова. После Парижа, который она возненавидела, она просто обалдела. От грязных столичных улиц, от количества пьяных, которые валялись повсюду. И поэтому решила перебраться в Иваново к матери. Но сначала дождаться санного пути, поскольку железной дороги не существовало. И это важно. Ибо вот, что она пишет, опять-таки, графиня Салиас. «Как не хотелось бы мне вас видеть, но я бы не желала, чтобы вы рисковали ехать по нашим дорогам. Это чудовищно трудно, скучно и, право, небезопасно для здоровья. На 70 верстах я была до того изломана, что до сих пор, более недели, как я приехал в Иваново, у меня не зажила спина от ушибов вследствие толчков тарантаса. Прибавьте к этому случаи дурной погоды, невозможный стол и невозможный ночлег, ужасную грубость мужиков на станциях и прочее». В Иванове Суслова читала книги, и вот догадайтесь, чем она там занималась. Ну, чем? Тем, чем до сих пор занимаются ивановские женщины. «Мы здесь ничем русским не богаты, кроме линючего ситца. Все, что можно было найти, это ярославское полотно. Я сделала для вас две рубашки и панталоны. Если не понравится, отдайте кому-нибудь, а если понравится, то позвольте еще сделать вам такие вещи. То, что я вам послала, должно быть обшито кружевами, но я нигде не достала их. Я помню, что вы любили полотенца, вышитые различными цветами и птицами. Я вам приготовлю разные полотенца, только вы ради бога не рассердитесь на меня за это. Я очень рада, что рубашки вам понравились. Хорошо, что вы сказали мне о наволочках. Я и прежде думала приготовить вам наволочки, но без мерки это не очень удобно. Очень вас прошу смерить ваши подушки на французский манер и написать мне, сколько в них сантиметров». Ну что, в наше время Суслова без работы бы не осталось, жива традиция. Но не будет ведь образованная женщина всю свою жизнь шить наволочки, когда у нее есть жесткая потребность в самореализации. В товариществе с одной немкой она решила открыть в Иванове школу для девочек. Учитывая, в каком состоянии было женское образование тогда в стране, а уж в Иванове и подавно, ну это была прямо прогрессивная идея. Для начала нужно было сдать экзамен в Москве на звание народной учительницы, который с первого раза она завалила, подвел закон божий. Ну а со второго все получилось. И вот в декабре 1868 года русские ведомости сообщают. 12 декабря госпожа Суслова, родная сестра доктора медицины Сусловой, открыла в селе Иванове пансион для приходящих девиц. Имея в виду блестящее образование госпожи Сусловой, и судя по программе учения, которую корреспонденту удалось видеть, нельзя не порадоваться той пользе, которую, вероятно, принесет местным девочкам это первое образовательное заведение в селе Иванове. Прошу обратить ваше внимание на доктора медицины. Это младшая сестра Надежды Сусловой. Она стала первой в России женщиной-врачом. Все-таки неплохое воспитание дал своим дочерям бывший крепостной графа Шереметьева. Казалось бы, живи и радуйся, Суслова, наконец, обрела смысл жизни. Но поскольку 4 апреля 1866 года Каракозов стрелял в Александра Второго, всех подозрительных лиц начали либо арестовывать, либо брать под наблюдение. И вот уже сам министр Дмитрий Андреевич Толстой затребовал объяснение от попечителя Московского учебного округа. Тот от директора училищ Владимирской губернии. В результате было сообщено, что Суслова неблагонадежна. Во-первых, носит синие очки. Во-вторых, волосы у нее подстрижены. Кроме того, имеются слухи о ней, что в своих суждениях она слишком свободна и никогда не ходит в церковь. Хочу обратить ваше внимание на чудесные критерии оценки благонадежности. Ну, во-первых, внешний вид. Что бы они сказали про меня, который бреется на лысо каждый год? Ну, а во-вторых, мысли слишком свободны. Вот нечего мыслить слишком свободно. Мысли просто. Когда спустя несколько десятилетий одну народную учительницу отстранили от права преподавать, она пошла и застрелила генерала Мина прямо на платформе в Петергофе. Чуть ранее Фигнер, Перовская и еще огромное количество молодых девушек сталкивались с подобной идиотией в попытках развернуть образовательную деятельность в деревне. Не надо, сидите и не рыпайтесь. Но они рыпнулись. И рыпнулись так, что царь-освободитель отправился к проотцам. Суслова не стала революционеркой, да не могла она ей стать. Она называла новоявленных поклонников идеи Писарева и Добролюбова ничтожными, жалкими, обиженными богом людьми. Это вдвое неумилительно, учитывая то, что власти как раз ее саму таковой считали. 14 сентября 1869 года написала графине. Кое-как, почти случайно, я узнала, что мое дело проиграно безвозвратно и поспешила убраться. Я все потеряла и не знала, куда и зачем ехать. У меня не было силы на новые планы. Уроженец села Иваново Филипп Нефедов, лично знавший Нечаева, о котором у нас еще будет речь впереди, и даже общавшийся с такими народовольцами, как упомянутая Перовская и Желябов, зарабатывал на жизнь билектристикой. И в номере 87 Санкт-Петербургских ведомостей за 1869 год он опубликовал статью, где, среди прочего, были такие строки. В короткое время училище госпожи Сусловой успело зарекомендовать себя с самой лучшей стороны. Хорошие и преданные делу наставники, все имеющие дипломы, в числе их священники. Человечное обращение с учащимися и страстная любовь к знаниям самой учредительницы заставили отдавать в новое училище своих детей тех родителей, которые прежде в образовании, кроме развращения, нравов, ничего не видели. Родители собираются и говорят о закрытии училища как о великом семейном горе. Никто не знает, за что гонят их детей из единственного училища, где они могли получить человеческое образование. Суслова не обрела счастья. Незадолго до смерти Достоевского она вышла замуж за молодого философа Василия Розанова. Тут уже была обратная пропорция. Жениху 24, невесте 41. В этом браке все было не слава богу. По словам Динаиды Гиппиус, Вася слезами умывался при упоминании о Суслихе, так он ее называл. Потом он тайно обвенчался второй раз. И вот вопрос. Они закрыли бы Ивановскую школу власти, как и многие другие школы по всей стране. И может быть в истории России появилась бы выдающаяся деятельница в сфере народного образования Аполлинария Прокофьевна Суслова. И царя народовольца бы не убили. Но если бы докабы, то мы с вами жили бы в раю. Увы, это не так. А я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить строительный холдинг КСК, благодаря которому вы смотрите это видео. А я стою на этом месте. Подписывайтесь на официальный аккаунт в инстаграме города Иваново. Оставляйте ваши комментарии под этим выпуском. Пишите там вопросы, пожелания. Приезжайте непосредственно в город Иваново. Вы можете посмотреть на дом, в котором жила Аполлинария Суслова. Увидимся с вами офлайн и онлайн. Пока.